Минск Человек, по-видимому, не прогадал. В топе самых востребованных на сегодня специальности экономического профиля биоядерной энергетики информационных технологий. Подходящие Владимир нашел в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Парк высоких технологий, он провел исследование рынка по конъюнктуре именно IT-отрасли. И пришел к выводу, что наших выпускников не хватит им очень много лет. Поэтому они разворачивают сейчас дополнительные курсы для того, чтобы восполнить вот этот пробел в кадрах. А вот юристов и бухгалтеров в Белоруссии более чем достаточно. Наборно-бюджетные места будет сокращен. Подготовку по новым профессиям начнут в учреждениях профтехобразования и среднеспециальных. Так в Слудском государственном колледже будут обучать изготовителей мороженого. А в Минском радиотехническом откроют специальность программируемые мобильные системы. Впрочем, образовательные услуги белорусам предлагают также учебные заведения Польши, России, Литвы и Латвии. У нас представлено очень много большой переченью программ из различных стран. Это говорит о том, что можно получить образование даже за рубежом, но привести знания сюда, в родную Беларусь и здесь строить свою жизнь, свою успешную карьеру. В нынешнем году вступительная кампания не претерпит значительных изменений. Пороговые оценки по централизованному тестированию останутся прежними. Однако при равном количестве баллов выберут того, кто лучше сдал профильный предмет. Без вступительных испытаний вузы зачислят победителей международных и республиканских олимпиад. А вот перенимать опыт у российских коллег Беларусь не спешит. В ближайшие годы абитуриенты все-таки не смогут подавать документы сразу в несколько вузов. Элизабет Чечет, Максим Максак, Евгений Богдан. Наше утро.